Ставить точку еще рано. Сначала нужно определить виновника. В Иркутске водитель бросил грузовик прямо на оживленной дороге. Причем стоит он уже не один день. Каким результатом привела такая автобезответственность, увидите прямо сейчас. Еще недавно перевозил десятки тонн грузов и служил на благо человека. А сейчас сам нуждается в помощи. С каждым днем этот грузовик все сильнее превращается в недвижимость. Его бросили прямо на дороге. По проезжей части разлита какая-то техническая жидкость. По всей видимости, грузовик сломался прямо в пути. И водитель просто оставил машину на одной из полос. Появление нового препятствия на загруженной магистрали тут же обернулось бурей эмоций в соцсетях. Сегодня стояла белая иномарка. Водитель все ходил вокруг этого КамАЗа. Может быть, хозяин действительно давно стоит. В него Peugeot-паркетник 4 дня назад влетел. Хорошо, при чем так? Об этом ДТП сейчас напоминает лишь осколки стекол под кузовом машины. В столкновении никто не пострадал. Авария не зарегистрирована в ГИБДД. Но в любой момент все может повториться. Видимо, поэтому многие водители заранее перестраиваются с крайней правой полосы. Это говорит или о внимательности автомобилистов, либо о том, что к препятствию уже привыкли. Как долго большой груз стоит на дороге, неизвестно. По предварительным данным, его бросили больше недели назад. За это время грузовик уже начали разбирать мародеры. Неизвестные сняли бензобак и аккумулятор. Чтобы восстановить агрегаты, владельцу придется заплатить немалые деньги. Раскошелиться придется и на штрафы. Сейчас сотрудники ГИБДД решают вопрос об эвакуации грузовика. В этом случае придется платить и за каждый день пребывания на арестплощадке. Кроме того, водителя накажут за нарушение правил остановки и стоянки. Теперь дело за малым. Найти владельца. Мы передали инспекторам фото госномера грузовика. Так что обнаружить хозяина не составит труда. Чтобы впредь помнил, что такое поведение на дороге противоречит не только здравому смыслу, но и закону. Павел Марчуков, Андрей Назаров. Новости по будням.